Музыка Большое спасибо за приглашение. Я чувствуюсь, как я был домой. Извините за мой русский язык. Я буду говорить по-русски, украинский, украинский, это будет такой особенный суржик. Вам нужно быть для меня милостивыми, хорошо? Я бы хотел научиться украинской мовы, русского языка так, чтобы я говорил так, как вы разговариваете, потому что в нашей церкви 100 людей русскоговорящих и украинскоговорящих. Много из них из вашей общины. Я поздравляю тех из Варшавы, которые смотрят на это наше собрание. Я очень рад. Для меня община, свет Месии, это моя домашняя община месиянская в мире. Ну а то теперь вам нужно быть милостивым для меня. Я не помню, сколько мне было лет, тогда я ходил, я думаю, что я ходил в начальную школу. Мой дедушка и бабушка жили в 5 километрах от моего дома, потому я был у них частым гостем. Почти я приезжал до них ежедневно. На самом деле я был их любимчиком. Они любили меня и я мог раскручить их почти на все. Однажды к дедушке и бабушке вместе со мной приехал их второй внук, Войтек. Он был у них очень редко, потому что он жил далеко. Я уже чувствовал, что будет, что внимание их будет сосредоточено больше на нем, чем на меня. Потому я усил в кресле, в углу комнаты, чтобы сделать, следить за всем и мои выражения лица и моя поза вообще всем говорила, я здесь, я несчастлив, кто-нибудь это видит, кто-нибудь обратит на меня внимание. Случайно то, что я боялся, Войтек был в центре их внимания. А я, а я, бедный Кристоф, ничего не ел, ничего не пил, не смеялся и не был вместе с ними. Как мы в Польске говорим, я выглядит как седмое несчастье. После возвращения, как я вернулся домой, моя мама спросила меня, ну как, пообщались? Я ответил, никак, никто на меня не обращал внимания. Я был никому не нужный. Это история из моего детства накрыла меня недавно с новой силой, когда я понял, что я третий. Что я третий. И вот как сегодня я назвал мою проповедь. Я третий. А теперь попрошу моего друга, чтобы прочитал Евангелию от Луки, 15 глава от 1 до 32 стиха. Так, так. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им. Порадуйтесь со мной. Я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет. Порадуйтесь со мной. Я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов божих и об одном грешнике, кающемся. Еще сказал. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу. Отче, дай мне следующую часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а той послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал. Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я, умирая от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему. Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему. Отче, я согрешил против тебя, против неба, пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим. Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка, и заколите. Стань им есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он насердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Но он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том, надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Спасибо. Послушайте еще раз три стиха из каждой истории. Так, на небесах более радости будет об одном грешнике, каюющемся, не жели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вторая стиха. Порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так говорю вам, бывает радость у ангелов божих и об одном грешнике, каюющемся. И третий стих. А о том, надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Три иллюстрации Иезуса. Чего он хотел нас из этих историй научить? Что он хотел нам сказать через эти истории? Я думаю, что в первых он хотел научить нас тому, что он действительно первый в нашей жизни. Я думаю, что это самое главное. Иезус первый в нашей жизни. Он нас это хотел научить. Скажите честно, кто из вас с этим согласен, что Иезус первый в нашей жизни? Хорошо. Спасибо. Прежде чем мы увидим, что находится на первом месте в сердце, первого, одна важная мысль вытекает из реакции religиозных людей на тот факт, что приближались к нему все мытари, то мое новое слово, и грешники слушать его. Фаризы и книжники работали из-за этого говорения. Он принимает грешников и есть с ними. Коментатели Библии говорят, что одной из причин рапота religиозных людей было их опасение в том, что если вы заявите отношения с грешниками, то вы станете таким, как они. Понимаете мой русский язык, да? И скажу вам откровенно, что в этой мысли много правды. Сам апостол Павел сказал, другое общество разрасывает добрые, дурное общество разрасывает добрые нарвы. Это правда, да? Это правда. Правда заключается в том, что вы не можете завязывать отношения с грешниками без какой-либо высшей цели думая. Что эти отношения не будут иметь негативного влияния на вашу жизнь? Если мы хотим дружиться вот так, без никакого цели, то это будет на нас иметь плохое отношение. А если мы хотим подружиться потому, чтобы мы на них влияли, да? То нам это нужно делать. Некоторые верующие люди говорят, как мы будем дружиться с людьми неверующими, то они будут изменить нашу жизнь. А я тогда думаю об этом, что я читаю в Библии. Этот, который в нашей внутри, есть больше, чем этот, который в мире. Это первое. А второе. Вы помните, как Езус молился о своих учениках? Он молился отец. Я не хочу, чтобы ты бы их взял из мира, но я хочу, чтобы ты бы их сохранил от зла. Так мы говорим, так? И я думаю, что эти две главные вещи, они нас сохраняют от влияния грешных людей на нас, если у нас хорошая мотивация, чтобы с ними общаться. Если мы хотим с ними общаться потому, чтобы они познали Езуса, чтобы они познали Церковь, то нас сохранит то, что тот, который в нас, есть большой, как это сказать? Большой, чем этот, который в мире. И нас тоже хранит эта молитва Езуса Христа. Я не знаю, что вы со мной согласны, но я так верю. Большой, чем этот, который в нас, есть сильнее от того, который в мире. Дух Святой, он хранит нашу жизнь. А теперь давайте посмотрим, что находится в сердце того, кто является первым в нашей жизни. В сердце Езуса. Я верю, что в сердце Езуса есть боль, потому что в мире живут заблудшие люди. Вы думаете, что так есть? Что в сердце Езуса есть боль, что в мире еще много людей, которые его не знают? Я думаю, что в его сердце большая болезнь. Потребные люди имеют огромное значение для Бога, потому что Он создал их по своему образу. Самый падший грешник в мире по-прежнему носит образ Бога. Верите в то? И независимо от того, как глубоко Он попал в грех, Он все еще является Божим творением. Каждый человек на этой земле является Божим творением. Он все еще принадлежит Богу, пока еще не потерял образ Божий. Он есть в Божьем сердце. Я не буду смотреть на это. Хорошо? Я попробую по-русски. Это для меня первое. В сердце Бога есть боль, что еще люди не знают Езуса Христа. Этот боль есть в сердце Езуса, что люди еще Его не знают. Потому что Он пришел на эту землю, чтобы спасти всех людей. Знаете? Не только нас. Он хочет спасти всех людей, которые живут в мире. И первое, что есть в его сердце, это огромный боль, что много людей еще Его не знают. Второе. В сердце первого, в сердце Езуса Христа, во-вторых, есть решительное желание, чтобы потерянные люди нашли Его. Это вы согласны с этим? Что в его сердце есть то, чтобы люди Его познакомились с Ним? С экономической точки зрения история рассказана Езусом кажется нелогична. Не было бы... Легче было бы списать одну овцу, что она потеряла из экономической точки зрения, это все в порядке. Написать и одна потеряла. Но 99% вместе с нами. Но Божья экономия не это по-другому. Бог хочет каждого человека. Бог хочет, чтобы каждый человек был спасен. Эта история говорит об огромной ценности каждого человека. Я однажды приверил пример с военной тактики. Что делает командир, когда один из его солдат попадает в плен? Он его оставляет? Он берет много других солдатов. Он тоже с ними идет, чтобы его спасать. Я много раз думал, как? Почему он это делает? Я смотрел на документальные фильмы. Много людей, которые хотели спасать пленных, они погибли. Какой это сенс? Где логика? И я начал думать об этом с точки зрения человека, который попал в плен. И с точки зрения тех, которые еще не попали в плен. Какая это для них информация? Это информация такая. Как я буду в пленном, то они тоже сделают все, чтобы меня спасти. Они могут пострадать в своей жизни, потому что меня спасти. Это моя мораль, она растет, как я думаю об этом. Что мои друзья и мой Господь, они сделают все, чтобы меня спасти. Это сигнал о том, что каждый солдат уверен в случае попадания в плен. Мой командир сделает все, чтобы меня спасти. Это очень поднимает боевый дух. В сердце первого, в первых, боль из-за каждого потерянного человека. И в сердце первого, во-вторых, решимость, чтобы найти потерянных людей. И третье. В сердце первого есть желание, чтобы кто пошел за потерянными людьми. Понимаете? Это третье, что в сердце Езуса. Чтобы нашли люди, которые пойдут, чтобы спасти других людей. Люди никогда не смогут найти дорогу в небо самостоятельно. Кто-то должен пойти за потерянной овцой и привезти ее обратно. Кто-то должен покинуть комфортную зону стада. Всегда найдутся причины, чтобы остановиться среди тех, которых найденных. Но если все захотят быть только в стадии, не выходят за предельную зону комфорта, тогда потерянные овцы никого не будут, никто их не найдет. Понимаете мой русский? Мой язык, это не русский. Мой язык. Это говорит о характере Бога, который показывает необъятность Божьего сострадания к погибшим. И он хочет, чтобы все были спасены. И послушайте раз еще. Езус первый. И в его сердце есть боль за каждого потерянного человека. Второй. Он желает, чтобы каждый был найден, чтобы кто от его имени пошел искать. Это три желания Езуса в его сердце. И я задам вам вопрос. Если Езус в этих историях это первый, кто же является вторым в этих историях? Как думаете? Мы сказали, что в этих историях Езус первым. Кто вторым героем в этих историях? Кто? Да. Тих, которые потеряны. Для меня каждый из этих историй является вторым потерянным людям. Овца, монета, человек. Езус первый, потерянный человек второй. В таком случае, кто в этих историях Третьей? Кто? Мы. Мы в этих историях Третьей. На Третьем месте те, кто были найдены раньше. Кто из вас когда-то был найден через Езуса? Кто из вас был найден? Ну, я тоже. Значит, ты и я третий. Ты и я третий. Первый Езус. Второй тот, кто потерян. Третий я. И послушайте это очень, очень. И если мы по-настоящему этого не поймем, тогда в нашем сердце появляется боль, расчарование и обидность. И мы ведем себя, как маленький, несчастливый Кристоф в гостях у бабушки и дедушки, который показывает всем, как он страдает из-за отсутствия всех, что все внимание на нем не сконцентрировано. Знаете таких людей в церкви? А может, мы такие? Он даже готов говорить об этом всем и везде, как он несчастлив, как внимание в церкви не на его, как плохо его в семье, потому что все происходит не так, как он бы хотел, потому что слишком много внимания мы уделяем тем, кто редко навещает семью. Дорогие мои, я в церкви уже 31 лет. И сам иногда понимаю, как я несчастливый, и встречаюсь с такими несчастниками, как я, которые переживают, что внимание большое не распределится на них или так, как они бы хотели. Посмотрите, как часто ранят нас утверждение, что церковь существует прежде всего для тех, кто церкви не принадлежит. Для тех, кто потерян за пределами церкви. Есть так, что много из нас у нас болезни, как люди думают больше, чем о тех, о которых не знают Езуса, чем о нас. Я часто в моей жизни узнал, что я много раз думал об этом, что я так живу. И девиз, что мы строим церковь, направленную на достижение неверующих в наших ушах, звучит как оскобление. Дорогие треки, я хочу какое-то, что сказать вам и себе. Послушайте это внимательно. Не забывайте, что впервые посвятил все свое переворотство, чтобы найти тебя. Он, будьте образом Божим, не почитал нишчением, будь равным Богу. Но унижил себя самому, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и повсюду ставь как человек. Филиппианцам. Знаете это, да? Первое. Не забывайте, что первый посвятил все свое переворотство, чтобы найти тебя. Второе. Не забывайте, что ты был второй. По-третье. Не забывайте, что все небеса также радовались, когда ты нашелся. Он первый, большое спасибо за вашу милость, милосердие. Он первый стал последним, чтобы ты, потерянный, вернулся домой. Готовы ли вы сегодня стать третьим, чтобы те, которые погибают, так же, как и ты нашлись и вернулись домой? Хочешь ты стать третьим? Трагедия наша в том, что часто мы не разделаем Божью решимость искать потерянных. Трагедия является тем, что, будучи найденными, мы хотим, чтобы все внимание было постоянно на нас. И я обнаружил, что когда мы хотим полного внимания на нас самих, то это все не делает нас счастливыми. Это нас делает несчастливыми. Потому что мы хотим, чтобы больше и больше все на нас смотрели. И о нас заботили. Это синдром старшего брата. Несчастливого в доме отца. Несчастливого в церкви. Знаете, что еще мне учит эта история? Эта история учит меня еще, что Бог, небо, ангели не хотят просто веселиться из того, что нашелся, но желают радоваться вместе со мной. Маленькая иллюстрация. Это так с ребенком. Когда он родится, мы радуемся его появлением, но потом, когда он растет, мы хотим радоваться вместе с ним. Это вы согласны со мной? Как он еще ребенок, мы радуемся, что он вместе с нами. А потом мы хотим радоваться вместе с ним, с его успехов, с его жизнью. Старший сын мог бы веселиться и кушать, если бы только пожелал присоединяться к радости отца. Я хочу радоваться вместе с Богом. Поставить Бога на первом месте. Людям не спасенных на втором, а сам будь на третьем, а Бог в вечности очень себя вознесет. Это просто история. Просто? Просто история. Как я думаю о моей истории, как я поехал до дедушки, у моего дедушки в доме были самые лучшие конфеты, самые лучшие напитки, самое лучшее мясо, а я ничего не пробовал. Я сидел так и смотрел, что они не смотрят на меня, что они не забудут о меня. А когда я бы начал общаться с ними, быть вместе с ними, я бы покушал конфеты, я бы покушал мясо, я бы попробовал напитков. Кто сделал ошибку? Я, потому что я думал только о себе. И как мы в церкви думаем только о себе, а не думаем о тех, которые еще не в церкви, то мы будем так, как я. Смутный, розчарованный, а как Бог будет первым, люди не спасены на втором месте, а мы на третьем месте, и будем делать все, чтобы они пришли к Господу, мы будем иметь радость, Господу будет хваа, а спасение для тех, которых мы приглашим до Его стала. Это все. Большое спасибо. Но за два года мой украинский и российский будет лучше. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиех, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет? Мы не знаем, но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Субтитры создавал DimaTorzok